Всем привет! Добро пожаловать в Аленка Блог. В сегодняшнее видео я посвящаю такому вопросу. Ароматы от любви до ненависти. Эту тему мне подсказала моя подписчица и моя подружка Ириса Толкачева. Ирисочка, привет тебе большое! Спасибо за интересную тему. Я, знаете, раньше никогда не задумывалась вообще, как это от любви и до ненависти. Ну, если мы говорим про ароматы, про духи, да. Но, ну, как правило, тебе аромат или нравится, или он не нравится. Ну, вот после вот этого вопроса я как-то все проанализировала, поняла, что некоторые ароматы я уже давно, во-первых, не ношу, а во-вторых, они меня реально начинают раздражать, когда я начинаю их наносить, пытаюсь там как-то вот что-то с ними поиграться. Присутствует какая-то степень раздражения. Это не ненависть, нет. Ненависть слишком, наверное, громкое слово. Это вот, скорее всего, такое раздражение и такая нелюбовь, скажем так. Я вам сейчас покажу эти ароматы, их немного. Не стоит принимать все близко к сердцу. Я думаю, что это явление нравится, не нравится, люблю, не люблю, раздражает меня что-то. Это такое временное явление. Все зависит тоже от моего настроения, от моих каких-то переживаний внутренних, от погоды, от природы и так далее, и так далее, и так далее. Много, много, много всего должно вот сложиться, чтобы, ну, вот реально у меня аромат категорический стал ненавистен. Эти ароматы, которые я вам сейчас покажу, они вот, знаете, такие 50 на 50. Я не хочу сказать, что я их обожаю, но и не хочу сказать, что я прям их терпеть не могу, знаете, вот прям фу-фу-фу. Нет, они мои, они мои, там, дорогие друзья и так далее. Один аромат в этой подборке будет, наверное, для вас сюрпризом, но, тем не менее, я решила его вам показать, потому что, потому что вот для меня, для самой стало очень странное мое последнее время с ним взаимоотношение. Итак, начнем. Первый, первый аромат. Бренд Mikalif Royal Rose Oud. Вот такой вот аромат. Он у меня появился, по-моему, пять лет назад. Может быть, чуть меньше, может быть, чуть больше. Я не готова вот прям так вот сказать определенно, сколько конкретно. Royal Rose Oud. Mikalif. А когда он у меня только появился, это была вот просто феерия, это был взрыв эмоций, это была такая страстный-страстный роман. А когда страсть проходит, как правило, не остается ничего. У вас или остается дружба какая-то очень такая крепкая, ну, а иногда и ничего. Вот здесь у меня такое ощущение, что вот страсть уже давно перегорела, все отошло. А вот дружбой, вот как-то дружить особо не хочется. Я не знаю. Royal Rose Oud. Это прекрасная роза. Действительно, королевская такая, манящая, густая, такая вот прям, ну, яркая, красивая роза, очень громкая. И Oud. Oud я вообще в ароматах не люблю. Это вот, наверное, единственный аромат с удовыми нотами, которые я могу как-то еще носить. Не моя просто тема. Знаете, кто-то любит удовый аромат, а кто-то нет. Я вот категорически, наверное, нет. Пыталась всячески с ними, ну, войти в контакт, но нет, у нас не получается. А здесь уд мягкий, он не яркий, он не вот какие-то, знаете, бывают такие удовые ароматы, которые вот просто вот, меня лично они сшибают так, что я вот бежать, 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 скорее всего, прятаться. Здесь такого нет. Уд приятный, такой натурально звучащий, вот в сочетании с розой, наверное, это одно из самых таких выигрышных сочетаний, уд и роза. Но, тем не менее, вот знаете, отгорело, перегорело. Пару раз пыталась его в этом году наносить на себя как-то вот куда-то идти. Неплохо, он звучит классно вечером. Ну, вот знаете, рука очень редко тянется в последнее время к нему, не знаю, с чем это связано. Хотелось бы мне его ощутить в полной его красе в хрустящий такой мороз, такой вот прям, знаете, снежную какую-то такую бурю. И вот я вот в этом аромате. Мне кажется, он совсем по-другому раскроется, я взгляну на него под каким-то другим углом. Но сейчас вот как-то стоит у меня где-то там в самом дальнем, в удалении, короче, в удалении, в шкафу вот первый такой аутсайдер в моей коллекции. Следующий аромат это Tom Ford Amber Absolute. Аромат уже легенда, аромат уже снятость. Я не хочу сказать, что я его когда-то носила вот прям за пойми, он сложный. Он очень сложный, он тяжелый, он... Там амбра, знаете, наверное, самая красивая все-таки амбра, которая есть в парфюмерии, ну, для меня, ну, скромный вкус. Но вот она настолько, насколько красива, настолько и непереносима. Она очень давит, она очень шлейфовая, она очень стойкая. То есть один микропшик может вас ввергнуть в какое-то вот просто оцепенение. Если вы переборщили, то, ну, не знаю. Ну, у меня, конечно, такого не было, чтобы я с ним переборщила, потому что я знаю мощь этого аромата, но тем не менее. И, может быть, поэтому я очень редко к нему возвращаюсь. А по теме... на тему видео «От любви до ненависти». Ненависть я не буду вообще употреблять это слово, потому что оно слишком громкое. Здесь, скорее всего, любовь-не-любовь и легкое раздражение. Вот, ну, какое-то вот раздражение у меня этот аромат вызывает своей вот такой вот прям напористостью. Может быть, он просто немой по натуре, по моему характеру. Мне нужно что-то такое амброво, ну, с чем-то, вот, с какой-то вот, ну, не знаю, с булочкой. Положите мне туда круассанчик или булочку, и это будет гораздо лучше. Ну, вот пока, конечно, он никуда не уйдет. Конечно, он никуда не денется. Это классный аромат. Но не ношу, не ношу совершенно, поэтому я подумала, что в тему этого видео он вполне может вписаться. Следующий аромат – это «Роден Бис». Кто знаком с брендом, напишите, пожалуйста, знаете ли вы этот аромат. Кто не знаком, вам, наверное, будет сложно понять, о чем, вот, всю вот эту масштабность этого аромата и моего раздражения иногда с ним связанного. Он великолепный, но он как рулетка. Ты никогда не знаешь, ты выиграешь или ты вообще в пух и в прах проиграешь все. Если ты выигрываешь, он на тебе раскрывается самым в мире красивым, дорогущим, во всех смыслах этого слова, вот, просто пленяющим ароматом. Это обворожительно. Это порочно. Это мощно, масштабно, всепоглощающе красиво. Но если вы проиграете, что-то у меня тут волос какой-то, если вы проигрываете, это кошмар. Это вот, ну, все, что связано с котиками, с кошачьими лотками, с там, с бобрами, с хвостами и так далее, вот, со всякими этими вонючестями, это вы ощутите вообще во всей полной красе. Я не знаю, от чего зависит его раскрытие. Но это всегда полная неожиданность. Один раз я ходила в гости и, вот, проиграла, скажем так. Он очень плохо пах. Просто мне казалось, что от меня вот просто вот шарахаются люди. Конечно же, никто особо ничего не заметил, даже если кто-то заметил, все-таки все люди приличные, никто ничего не сказал. Но вот понимание ко мне пришло того, вот, насколько это может быть ужасно, именно вот в тот вечер. Поэтому сейчас я с этим ароматом крайне осторожно. И что делать? Что делать? Он бесподобный и он ужасный. Вот все вы знаете в одном. Такая 50 на 50. Но очень прикольно. Если у вас есть возможность его понюхать, нанести на кожу, разносить, пожалуйста, попробуйте. Потому что это незабываемое такое ощущение, это такая игра. А может быть, там заказать отливат. Почему нет? Потому что он вот стоит того, чтобы с ним познакомиться. Он очень необычный и неожиданный. Так, подождите, у меня тут какая-то штука. Какая-то штука у меня. Когда голову помоешь, все вот-вот-вот так. Так, ладно. Следующий аромат. И многие, наверное, сейчас всплеснут руками и скажут, скажут, что Оля, ты что, как так? Этот аромат, он никогда, ни за что. Реально, вот сейчас у меня с ним какая-то вот нелюбовь и раздражение. Это Анандочка. Это Анандочка от Миколев. Я ее обожаю. Я ее показываю практически в каждом своем видео. Но, видимо, каждому вот такому обожанию когда-нибудь приходит конец. Вот я ее пыталась в этом году носить несколько раз. И вот несколько раз я реально потом шла в душ и пыталась ее смыть. Не знаю, что произошло. Но груша бесподобная. Вот груша мне здесь очень нравится. И даже вот так вдыхает аромат. Вот этот вот грушевый аккорд, он прекрасен. Ну вот какая-то то ли мускусность пошла не та. То ли, ну я не знаю, что случилось. Но вот в последнее время я вообще его не могу носить, к сожалению. Конечно же, он никуда не уйдет. Конечно же, он у меня останется. Я буду держать вас в курсе событий наших отношений. Но вот пока, я не знаю, что-то со мной вот так вот, какой-то переключатель переключился. И вот Ананда мне не то что разонравилась. Просто я не хочу ее носить. И попробовала. И вот как-то вот мне она не пошла. Хотя это прекрасная, сбалансированная, очень чистая, светлая, такая хрустальная композиция. Я понимаю людей, ну я сама такая, кто обожает этот аромат, кто носит его с упоением, дарит его своим любимым, близким и так далее. Я сама, мама приедет, будет пользоваться. Я буду с удовольствием от нее его обонять. Но, тем не менее, вот на себе, вот в последнее время, не могу. Не могу вот такой вот парадокс. Напишите, если у вас такой был. И последний аромат. Здесь тоже такое двоякое ощущение. Любовь и ненависть. Не было такого у меня с ним, что я его купила, вот прям влюблена была в него. Очень мне сильно понравилось. Сейчас прям сильно разонравилось. Нет. Music for a while от Фредерик Маль. Что не так? С ним все так. Он обалденный. Хотела по-другому сказать. Он обалденный. Он обалденный, он красивый. Кто любит лаванду, пожалуйста. Но мне хочется в нем, наконец, почувствовать ананас. Потому что вот это сочетание ананаса с лавандой, которое здесь заявлено, мне повезло его прочувствовать всего один раз. Вот сколько вот у меня этот флакончик здесь 10 миллилитров, вот у меня осталось. Ну нету на мне ананаса. Ну нету нас ананаса. Это как в фильме самое обаятельное, привлекательное. Вот и у меня тоже ананасов нет. Одна лаванда. Но лаванда прекрасная, лаванда восхитительная. Просто я немножечко меня это, ну, не злит, что ли? Не знаю как. Когда на мужа этот аромат, вот у него прям все. У него такой ананасовый взрыв. И я говорю, как он тебе вообще, что это? Ну он такой, говорит, ананасовый. А у меня нет. В общем, мечтаю, мечтаю, когда придет тот день, чтобы у меня появился вот этот вот ананасовый аккорд. Такой шикарный, такой жирный, сочный ананас в лаванде. И тогда я куплю себе большой флакон, потому что аромат клевый. Но вот пока этого нет, и пока будем ждать, будем, это, будем, будем ждать, короче. Ну что же, все, больше ароматов нет, таких вот, о которых я могла бы сказать, любовь, ненависть и так далее. Здесь это тоже не 100% вот эта любовь, ненависть. Здесь 50-50, 50 на 50, все так мягко, мягко. У меня не бывает такое, у меня с людьми нет такого, что, вы знаете, вот прям все, я дружила, 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 а потом все, я не дружу, вот и прям вот все резко, так все ужасно. Нет, все так плавно, ну как-то, не знаю, по жизни такого не бывало у меня еще, что прям любовь и ненависть. Надеюсь, вам видео понравилось, надеюсь, я никого не оскорбила, не оскорбила ничьи парфюмерные чувства своим выбором для этого видео. Но, тем не менее, вот жизнь такая, жизнь переменчива, вкусы переменчивы, поэтому вот в этом видео были эти ароматы. Может быть, на следующей неделе в этом видео, в таком же видео, будут какие-то другие ароматы. Кто знает, все идет, все меняется, и мы вместе с ним совсем меняемся. Все, с вами была Аленка Блок, всем пока, чао-чао, пока. Продолжение следует...